В Петербурге набирает обороты другой скандал. Родители детей-инвалидов обязали покупать ортопедическую обувь в определенных магазинах. Иначе фонд социального страхования отказывается выплачивать положенную по закону компенсацию. Лена Петровска попробовала разобраться в этой ситуации. У маленькой Анни детский церебральный паралич. Плотная посадка, хорошо фиксирующая ногу, главное и единственное требование к ее обуви. Эти ботинки девочки сделали на заказ, но их придется вернуть. Они Ане не подходят. На изготовление новых уйдет как минимум два месяца. Если бы я могла прийти в магазин, померить, увидеть, что конкретно эта модель подходит Анюте, заплатить деньги и подать тут же на возмещение, это был бы идеальный вариант. По закону, детям с ограниченными возможностями положено четыре бесплатные пары ортопедической обуви в год. Компенсацию за них выплачивает фонд социального страхования. Но только в том случае, если обувь приобретена на рекомендованных фондом предприятиях, артос или фабрике ортопедической обуви. От такой ситуации искусственно созданной малаболией страдают дети инвалидов, страдают родители детей инвалидов, ущемлены права других производителей. И, конечно же, от этого в убыток приходит государственный бюджет. Но на фабрике ортопедической обуви уверены, дело не в коррумпированности чиновников. Обувь для инвалидов не может изготавливаться серийно. Это сложная ручная работа. Мускулы у каждого, даже у того самого ИЦП ребенка, по-разному работают. ИЦП ребенок у одного висит нога, у другого на ногах загнут. И это определяется по группам мускул. И то же самое это относится к этим. Свободная покупная обувь и вот эта индивидуальная. Свободная покупная обувь это не учитывает. Но сделанная на заказ обувь нужна не всем детям с ортопедическими проблемами. Многим подходит та, что продается в специализированных магазинах. И если родители будут иметь возможность получать компенсации за купленные там ботинки, сократиться и очередь на специальные фабричные заказы.